Передайте за проезд. Эта фраза станет неактуальной в пассажирском транспорте уже в ближайшее время. И водитель в салоне будет требовать далеко не деньги. Оплату за проезд планируют сделать по универсальным электронным картам. Такую инициативу перевозчики уже поддержали. Исключить наличные системы оплаты проезда призвана госпрограмма, рассчитана на которое на ближайшие пять лет. Развитие транспортной системы в нашей области обсудили сегодня на совещании у губернатора. Вот это вот будет, планируется, 13-й, 14-й. Ты поконкретно можешь сказать, мы когда в этой неделе наведем порядок? И когда мы начнем эту работу? И что мешает? Первый этап реализации долгосрочной программы – создание единого центра процессинга и биллинга. Это тот же самый центр, в рамках которого будет работать единый информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ. Пока его даже формально не существует, он будет зарегистрирован в течение ближайших трех недель. Набирается персонал и приступаем к практической работе. Соответственно, третий квартал – это уже вход в промышленную эксплуатацию. Первыми оплатить проезд в общественном транспорте карты смогут граждане, имеющие право на льготы. Именно для этой категории пассажиров сначала сделают единый электронный социальный билет. Выдача подлежит около 25 тысяч карт льготникам. В системе предполагается оснастить не менее тысячи единиц транспорта. Обкатывать новую систему будут на автобусах МУП ПТП-1. Руководитель предприятия видит в инициативе только плюсы. Пилотный проект, который будет запускаться с нашего предприятия, он как бы возможен. Мы полностью его поддерживаем. Считаем, что это необходимо. Это внесет удобство как для перевозчика, так и для граждан, которые мы будем перевозить. 40 автобусов, которые у нас ежедневно выходят на линии, они, естественно, будут все оснащены. Необходимое для новой системы оплаты проезда оборудование установят в ПТП-1 до 1 ноября. Остальной же пассажирский транспорт Орла начнет выстраиваться в колонну за первопроходцами только в 2014.